Бездомная кошка заглядывала в окно дома, пытаясь спасти от мороза своих маленьких комочков. Она оставила котят, чтобы им помогли люди, а сама убежала. Но через год в сильнейший мороз хозяева того же дома услышали, как кто-то беспокойно скребется к ним в окно. Эта история началась еще прошлой зимой, когда американская пара обнаружила возле своего окна кошачье семейство. Стоял сильный мороз, и мать кошка привела своих котят к людям в надежде, что им помогут. Хозяйка дома, Рене Бекера, часто подкармливала и заботилась о бездомных кошках, видимо кошка знала, куда приходить. Девушка соорудила кошачьей семье укрытия из досок и начала их подкармливать. К несчастью один из котят не смог выжить из-за рекордно холодной погоды. Но Рене и ее парень Натаниэль делали все, чтобы спасти остальных. Когда ребята собрались забирать котят, обнаружили, что их мама убежала. К счастью малышей удалось спасти. Пара обратилась в Центр спасения животных, где об оставленных мамой котятах позаботились и начали подыскивать хозяев. Тем временем, ребята надеялись, что когда-нибудь сбежавшее гостье все-таки вернется к ним. И они дождались чуда, только год спустя, уже этой зимой, в один морозный день Натаниэль сидел дома и услышал, что кто-то сильно скребется в окно. Нью-Йорк тогда накрыли сильные холода и мощные снегопады. Парень подошел к окну и увидел знакомую мордочку, это была та самая мать кошка, которая на этот раз пришла сама, прося о помощи. Кончик одного уха у кошки был подрезан. Натаниэль, который в свободное время работал волонтером в приюте, понял, что кошка за это время прошла программу стерилизации бродячих животных. В этот раз кошка не торопилась убежать, когда парень открыл ей окно, она сразу прыгнула в дом. Кошка получила кличку Чанг-Чанг, Чанг-Чанг. Отрезкой смены обстановки перепуганная дама бегала по квартире, прежде чем Натаниэль словил ее и отнес в ванную, согреть. Хозяин дома позже позвонил Рене и рассказал о возвращении прошлогодней беглянки. Когда я вошла в ванную, сначала Чанг-Чанг спряталась за унитаз, но когда я начала ее гладить, она замурлыкала, рассказывает девушка. Сейчас пугливая кошка превратилась в неженку. Она обожает, когда хозяева гладят ее, и счастливо полежать у них на коленях. Пара подумывает о том, чтобы оставить очаровашку Чанг-Чанг у себя, ведь все-таки, она не случайно выбрала их.